Азербайджан Вот у нас в русской истории были славянофилы, западники и прочее. Фил – это любовь. Слово «фил» по-древнегречески обозначает любовь. Азербайджанофил – это человек, который любит азербайджанцев. Но начинались отношения Фоменковой с Азербайджаном совсем не с любви, а с трагедии. 1 февраля 1995 года, возвращаясь из Баку в Таганрог, вблизи себя заня, у меня заклинило левое переднее колесо, и я лоб в лоб врезался в лежащую напротив «Жигули», в котором ехало 4 человека. Один из которых погиб сразу. Одного в тот же день родственники забрали домой, потому что у него была только нога поломана. А двое других умирали на моих глазах. Один на четвертый день, другой на шестой. Сельская местность, плохая погода – все тогда сыграло свою роковую роль. Фоменков попал в больницу с тяжелыми травмами и переломами. А самое главное – с глубочайшим чувством вины в душе. После того, как они умерли, я еще месяц лежал в больнице. Мне предоставлялась неоднократно возможность убежать в России. 1985 год. Никто бы меня оттуда не выдал. Я просто не посмел. Понимаете? Я, знаете, это я уже после, уже когда думал, что я не посмел, потому что там совесть меня не позволила. А я так вот представил, а как жить я буду? Всю свою жизнь. При слове «азербайджанец» прятаться за волосы каждого. Понимаете? Как говорит Фоменков, самым страшным на тот момент для него была не уголовная ответственность, а ответственность перед родственниками погибших. Как ему теперь взглянуть им в глаза и все объяснить? Их не родственники мне плохого слова не сказали. Никто меня не обидел. Наоборот, там чай давали, бутерброды. Я в Азербайджане увидел, что такое величие духа человеческого. Я, знаете, на поклонной горе, когда об этом говорил, я говорю, я даже с Седой Кавказ выведел пигмеем на фоне милосердия и благородства, проявленного ко мне азербайджанским народом. Ему дали срок в долгие 12 лет. Два года он провел в Баку, а потом Фоменкова депортировали в Россию, где он попал под амнистию. Но он навсегда дал себе обещание, которое сдерживает до сегодняшнего дня. Когда эти люди умирали, когда последний умер, я сам перед собой поклялся, что сколько буду жить, буду стараться доносить до общественного мнения, вообще понимания азербайджанского народа. С момента клятвы Александр Сергеевич начал изучать Азербайджан. Его историю, культуру, традиции. Больше всего его затронула тема несправедливости армяно-азербайджанского конфликта. В 1947 году 50 тысяч, кажется, человек из Армении выселили. И 100 тысяч, 50 тысяч, я точно уже не помню. Выселили в Азербайджан. 50 тысяч. Потом в 1950 году тоже несколько тысяч. Потом в 1989 они оттуда выгнали. 300 тысяч. Через горы гнали. Юрий Помпеев об этом пишет. Давно уже в открытой говорит. Потом об этом Олег Юрьевич Кузнецов пишет. Какую конкретно вы занимаете позицию в этом конфликте? Моя позиция однозначная. Все азербайджанские земли, включая Карабах, являются частью территории независимой Азербайджана. Без исключения. Я вообще удивляюсь, как наш президент, мой президент, Владимир Путин, может общаться с террористами, которыми являются Кочарянов и Саркистян. А самой заветной мечтой, по словам Александра, для него является освобождение Шуши. На Кавпалите там есть мой рассказ. Шуша заявит. Я его написал после того, как был в прошлом году на мероприятии, которые Лилия Алиева проводила, и посольство в Азербайджане связано с Хаджавы. И там звучала музыка вашего гениального саксофониста Райна Салманова. И в это произведение было включено Мугам Алима Косымова. Это вообще у меня сердце становилось, честное слово. Это вообще... Я там писал о том, что это земля Бога. Это голос Бога говорит с нами. И эту землю, увы, варвары забрали. И пока не будет мира на земле, пока Шуша не будет принадлежать Азербайджану. В Табахе начнется война. Я даю слово «стать в строй». Приехать и стать в строй. Вот в 2014 году, когда началась заваруха, я сразу приехал. Я даже такой слоган переделал, где меня наберет дна. Вы знаете, «Эх, куда же ты, вонюк, ах, куда же ты, не ходил бы ты, браток вас, солдаты? Красная армия, штыки чай найдутся». Я написал, «Куда же ты, Санюк, ах, куда ты? Не ходил бы ты, браток вас, солдаты? У Алиева, штыки чай найдутся. Без тебя до хантни доберутся». Конечно, такое отношение к Азербайджану армяне Фоменкову простить не могут. Поэтому стараются, как могут, навредить поэту. «В соцсетях ругают, угрожают, обещают, уже тысячу раз к смерти приговорили, в южное, восточное крыло, а сало на меня уже там обещают натравить. Но только вот так вот в интернете ругаются, оскорбляют». Главные слова его, которые он сказал в 2005 году на Поклонной горе, что нужно сказать, когда пришло время сказать правду о Карабахских событиях и о роли Азербайджана вообще в мире, в бывшем советском. Дело в том, что именно под Таганрогом, на этом МИУС-фронте, который месяц 416-й Таганрогской дивизии воевала, погибло 15 тысяч азербайджанцев. И вот он сказал на Поклонной горе, нужно сказать правду. Густо полит Таганрогская земля азербайджанской кровью. Это меня очень за душу тронуло, потому что я сам военный, я знаю, что такое война, что такое смерть, и что такое молодые ребята гибнут. Человек нерелигиозный, но, как он говорит, его всегда спасали Бог и надежда. Будучи в Азербайджане, он прочел Коран. И по его словам, Азербайджан – это земля Бога. Здесь я его чувствую. А я совсем не уходил, я совесть изводил грехами. Господь страданием наградил, чтоб я Коран прочел стихами. Чтоб веру я вернул в людей, в своем измученном сознании. Ценой жуткой, тем страшнее, и ждет перед Богом наказание. Чтобы теплом своих сердец согрели душу мне и жанне. А Бог, я слышал вот здесь, на Каспии, в Азербайджане. Замечательные слова, замечательный человек и, по-моему, замечательная встреча. Потому что Александр Сергеевич – человек, который прошел через аварию, через смерть людей, которые погибли по его вине, через тюрьму. И он сделал для себя какие-то выводы и нашел смысл жить дальше. Для него этим смыслом стал Азербайджан.